Приветствую вас, ребята! Сегодня у нас серия Citroen GT, реплика. В прошлой серии я вам рассказывал, как мы изготовили нижнюю часть двери с пеноплекса. Значит, ребята нам уже изготовили верхнюю часть двери. И сейчас мы будем ее собирать. То есть это много листов пенопласта, это все нужно склеить, подогнать в проем. Значит, клеим мы это все на силикон. Но, честно говоря, я понял свою ошибку, что силикон для таких дел не годится. Нужно что-то на пенной основе, какой-то клей. На правую дверь мы будем искать такой клей. Ну, как говорится, на ошибках учимся. Ну, а после того, как у нас верхняя часть двери склеена, мы начали подгонять в дверной проем. Здесь мы применяли клей на пенной основе. Так реально более правильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, а следующий этап у нас это маляр. Берет разные наждачки и шлифует дверь, чтобы придать ей более правильной формы. Перед тем, как мы будем наносить эпоксидную смолу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а после того, как мы обработали нашу пенопластовую дверь, нам нужно сделать корку защитную, для того, чтобы можно было шпаклевать, и шпаклевка не разъедала пенопласт. Значит, это будет эпоксидная смола. Почему не полиэфирная? Потому что полиэфирка тоже разъедает пенопласт. Эпоксидка этого не делает. Значит, мы развели все как по инструкции. Добавим туда красителя черного, чтобы какой-то цвет она имела, потому что прозрачный, ты можешь где-то пропустить. Будем наносить, подождем, когда высохнет, и смело будем шпаклевать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы и дождались, пока высохнет эпоксидная смола. Скажу вам так, что такая технология мне не нравится. Мы почти два дня ждали, чтобы она высохла, для того, чтобы нанести шпаклевку. То есть, это очень много времени было потеряно. Правую дверь мы будем по другой технологии делать. Об этом я немножко позже расскажу. Значит, что сейчас? Мы будем полностью стягивать дверь шпаклевкой. И потом будем выводить правильные формы, такие, как нам нужно, и все кантики. Начнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, ребята, вот я и готов вам показать двери, которые у нас получились. Ну, пока это только пенопластовые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эти все кантики, здесь его нету, здесь он расширяется, здесь такой подкругленный до задка. Это было непросто сделать. Скажу вам, что у нас малер, можно его назвать не просто малер, а турбомалер. Справился с своим заданием. Значит, вот эта плоскость, она должна быть плоской, потом с маленьким такой впадинкой. Мы на двери смотрели на фотографии, да, изучали, как оно должно быть правильно. Здесь вот эта плоскость, она вообще как пропеллер выкрученная. Это тоже было очень сложно. И впадина, непонятно зачем, но здесь такая впадина, когда стекло вклеится, будет дощить, и здесь просто будет вода ручьем просто туда-сюда ходить. Ну, как у оригинала есть, точно так и мы сделали. Ну, а сейчас, ребята, пришло время заняться правой дверькой. Напомню, что у нас есть 3D-модель такого автомобиля, и ребята на 3D-станке фрезером изготавливают нам эту дверьку. Это будет очень много частей из пенопласта, да, но они все будут пронумерованы. Наша задача склеить это все и установить на автомобиль. Продолжение следует... Значит, правую дверьку мы уже собрали. Здесь мы применяли клей-пену. Ну, я так считаю, это более правильное решение. Значит, подогнали в свой проем, подрезали, чтобы она нигде не упиралась, хорошо становилась, и закрепляем ее. На этой дверьке мы не будем применять эпоксидную смолу, потому что это просто напрасно потраченное время. Мы будем сразу шпаклевать на пенопласт. Вы скажете, как так, оно же разъедает. Да, разъедает, но она очень быстро застывает и не успеет нанести очень большой урон нашей форме. Я считаю, так более будет правильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошло еще немножко времени, и две дверки у нас в принципе готовы. Отшпаклеванные все линии выведены, формы все хорошие, такие, как нам нужно. И что левая, что правая дверька, они полностью симметричны. Как мы это делали, да, чтобы повторить эту дверь, чтобы точно так же и там была. Допустим, 3D-станок, ну, он плюс-минус где-то, ну, процентов 85 выпиливает то, что нам нужно. Все остальное вручную допиливается. Значит, как мы канты делали? Что с этой стороны, что с той? Вот такие приборчики, да, где-то он больше, где-то он меньше, но суть у них одна и та же. Вот так прижали, у вас в принципе полностью есть кант, да. Делали мы еще бумажные шаблоны с картона. Допустим, вот такие вот линии, там вот эти вот пропорции прилаживали, потом, ну, картон вы понимаете, да, перевернул, и ты, по сути, с левой на правую сторону можешь переходить. Скажу вам так, что это, ну, очень непросто, да, именно симметрию сделать правильную. И от себя добавлю, что вот, ну, пенопласт все-таки это такое, ну, не очень это правильное решение. Это, ну, действительно такая дурная работа. Более правильно, конечно же, так как мы на самодельном Lamborghini, да, покупаем оригинальные детали, те же бампера и так далее пошло. То есть, если вы хотите хорошую, правильную, четкую, сто процентов, чтобы все пропорции сохранить, все наклоны, все линии, все кантики, потому что вся красота автомобиля в мелочевках хранится, да, покупаете, допустим, оригинальные детали, снимаете матрицы, продаете эти детали, и уже с этих матрицей делаете самодельные стеклопластиковые детали, зато они с правильной формой, будет все идеально. Я даже скажу больше, что я знаю человека, который продает набор Lamborghini Aventador за бешеные деньги, 35 тысяч долларов, но он снял матрицу полностью с оригинальной ламбой. Полностью разобрал ее, откопировал, сделал матрицу, сделал кузовные детали, он мне не один раз писал, давай, давай, бери, бери. Но я понимаю, что это очень дорого, да, и не каждый у нас оценит, скажет, что ты 35 тысяч долларов продаешь детали, если можно купить там за 6 или за 7 тысяч долларов, да, ну, никто не поймет того, что там 100% один к одному, а где-то продают там на 60%, ну, так примеру. Короче, за качество нужно платить. Субтитры сделал DimaTorzok Значит, следующий этап у нас такой. Мы мотуем эту дверьку и ту наждачками мелкими, для того, чтобы снимать матрицу. Значит, напомню, что матрица у нас будет, это еще черновая, то есть мы получим только лицевую часть двери, но уже правильной формы. А нужно уже вторую матрицу сделать тогда, когда усилители металлические, проемы будут, да, что полноценную дверь открываешь, не как тряпочка она была, да, а полностью проем. Мы тоже это все сделаем, отшпаклюем и снимем уже вторую матрицу. Это будет последнее. Но я думаю, что даже с лицевой частью, нормальной дверькой, пластиковой, да, мы сможем уже это одевать, весь вот этот комплект одевать на донор. Кстати, донор уже куплен, но об этом я расскажу в следующей серии. Ну что, ребята, на этом видео я буду заканчивать. И, конечно же, хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом. Пожелать вам только добра, семейного благополучия, достатка в семье. Ну и и нашей стране долгожданного мирного неба над головой. Пока, ребята. С Новым Годом!